здравствуйте сегодня планируется совершенно другое видео выпускаться на тему 50 вопросов зеленскому то есть вопросы о внутренних делах украины но в мире происходят такие события которые требуют совершенно другого контекста об этом мы поговорим сегодня а именно джо байден внезапно прилетел в киев вчера сегодня он выступил из варшавы и путин естественно сделал тоже свое обращение как всегда давайте обо всем по порядку первое давайте про байдена значит по сути это была медиа акция тоже которая предназначается годовщине военных действий самое главное тезисы байдена что их было много но то что вы должны дорогие мои соотечественники принять во внимание для того чтобы правильно понимать ситуацию и самое важное правильно планировать свою жизнь в том числе и с точки зрения безопасности и вообще перспектив и так он сказал что военные действия надолго что будет еще немало страшных дней в истории украины и это ключевое на мой взгляд о политике мы сейчас поговорим и я когда выпускаю видео такого плана я всегда все комментирую рассматриваю сквозь призму политики так вот сейчас я хочу чтобы вы рассмотрели эти тезисы байдена не с точки зрения политики то что поверьте мне вот именно это было сказано с точки зрения конкретных фактов а именно с точки зрения конкретных разведданных которые байдену предоставляют его спецслужбы частности цру то есть говоря это байден посылает сигнал и путину о том что ты играешь длинную что все знают я об этом рассказывал что путин там вся россия сейчас практически на военных рельсах они совместно с ираном строят заводы по выпуску дронов дикое количество дронов сейчас вся россия клепает дроны в отличие от украины дальше это сигнал партнером по нато и в конце концов это сигнал и самому зеленскому и вам нам так что кто наслушалась этих сказок от буданова что летом поедем в отпуск крым вы пожалуйста приходите в себя и учитесь смотреть на вещи прагматично самое главное не надо заражаться от этой болезнью что мы великие почему-то только лишь потому что на нас напали мы не великие к сожалению украина нищая слабая страна именно поэтому все и происходит люди на выбирали за 30 лет ужасных политиков чиновников которые привели к этому у нас действует порочная пагубная система для государства в которой ничего живой не может выжить и то как шли у нас дела по-другому не могло случиться это вело либо гражданской войне либо кто его не которая сейчас случилась имея такого маньяка соседа дальше выступление путина там вообще все на мой взгляд гораздо проще дорогие друзья фактически путин объявил о том а вы вспомните как он украине выступала для помните хотели декоммунизацию я покажу вам декоммунизацию это было как бы неформальное объявление войны сейчас он объявил практически объявил о старте холодной войны 2 то есть времена хрущева возвращаются россия вышла с ядерного соглашения с сша соответственно это и есть прямое объявление холодной войны дальше цру и сам байден буквально давит зеленского как можно быстрее проводить контрнаступление почему рассказываю вам особенно вы знаете я трампист но есть масса людей которые оценивают трампа с украинских сми не так как это есть на самом деле а вот там высмеивают трампа делают дурачком или демонизируют украинские сми это делается не просто так эта технология и это огромные бабки я вам сейчас все объясню когда республиканцы критикуют байдена и выступают против помощи украине то 90 процентов из них в таких случаях занимаются политикой если бы на месте украины была любая другая далекая сша страна они говорили бы ровно то же самое потому что сейчас задача сбить байдена и показать где у него слабые места где он ведет неправильную политику потому что напоминаю ноябре 24 года в америке президентские выборы и это событие влияет на всю карту мировую на всю геополитику но я также хочу вам сказать что администрации байдена есть очень много критиков такой помощи украине и всей этой ситуации просто они не могут идти в разрез партии и как бы публично во время может сказать уже предвыборной кампании об этом говорить и цару на это намекнуло что смотри у нас сейчас такая политическая обстановка что сейчас получаешь уже можно сказать последние плюшки по оружию вот сейчас там придут абрамсы возможно удастся выдавить хотя бы на каких-то 30 самолетов по всему миру это последняя крупная военная помощь поэтому они призывают зеленского как можно быстрее контратакую потому что может потом случиться так что ты не сможешь контратаковать никакого контрнаступления ты просто физически это не будет чем это делать а зеленский же как все выставляет этот отмороженный данилов вообще заявлял недавно я выставлялся телеграм-канале интервью британской хоть и желтой прессе тем не менее the sun он сказал что война закончится тогда когда украинские танки будут на красной площади но я хочу вам сказать самое важное в этом танке на красной площади воображаемом не будет ни данилова не его детей а будут ваши дети вот об этом пожалуйста задумайтесь большому сожалению моему личному украина не обладает никаким ресурсом чтобы диктовать какие-то условия идем дальше ключевой в этой ситуации есть также и позиция китая для меня очевидно что путин не будет как бы единолично вести всю эту войну бредовую которую он затеял войну напрямую с украиной и как бы как он читает опосредотельно с нато то есть суть в том что он хочет объединиться с си цзиньпинем с китаем это второй сумасшедший два самых крупных сумасшедших в мире еще есть три-четыре поменьше во всем мире уже устал перечислять эти страны думаю так все знают сейчас фактически эти два маньяка сумасшедших хотят просто-напросто захватить весь мир и навязать те порядки по которым они привыкли жить что такое порядки путина си цзиньпиня это никакой свободы личности в китае напоминаю вообще запрещен google и youtube то есть там вообще людям запрещено знать правду работать за горсточку риса большинству населения еще и китайский вирус произошла утечка позаражали весь мир и себе и людям наделали кучу горя и проблем дальше путин мысль все только с позиции сила тоже никакой свободы личности чиновник этого гражданин этого вот такую страну все держать ежовых рукавицах высокие зарплаты силовикам дать быдлу немножко денег чтоб она заткнулась выгнать всю интеллигенцию вот и реалии и это очень опасно кто заложил эту ситуацию эту ситуацию дали произойти демократы в лице барака обамы когда путин анонсировал крым произошло то обама решил не вмешиваться а теперь всплывает очень важная информация с американской прессы о том когда буш передавал власть обами а вы знаете что в америке принято оставлять президентскую записку то есть как бы передавать следующему президенту буш в этой записке написал там про индию про пакистан но он там главным упомянул украину вернее одним из главных а именно что есть проблема крыма который хочет путин это когда уважаемые друзья было что в крыму живет 60 процентов этнически русских это то что я говорю что не надо сражаться за кусочек земли на котором живут любители и те кто желают русский мир нужно от этого уходить забрали я ничего другого не призываю отдавать никаких земель которые контролируют украины это для отмороженных комментаторов сейчас рассказываю поясняю случилось как случилось мы слабые у нас забрали давайте сконцентрируемся на людях на мозгах по примеру израиля когда нет неископаемых ничего маленький участок земли но есть мозги страна процветает в окружении миллиарда арабов окружении врагов с дня основания ведет войну так обречена уже жить украина мне не нужен крым не нужен днр но особенно крым что там ермак строил новую дачу со своими такими же прихлебателями мне для этого крым не нужен по крыму никогда не зеленский не предыдущие президенты никакой концепции не выдавали конце концов все шло к тому что случилось потому что когда у вас есть концепция виденье вы должны его озвучить вы должны его делать а там пилились деньги все же в этом крыму тоже миллион раз рассказывал на стримах каждое воскресенье у меня стримы местным криминалом местными цирками силовиками и фсбшной агентурой так что еще раз призываю вас мыслите прагматично и еще раз вам говорю война надолго путин строит военные заводы путин неформально перевел экономику россии на военные рельсы здесь байден заявляет опять-таки подчеркиваю на основании разведданных не на основании политики нато столтенберген сек тоже сказал война надолго все очень серьезно благодарим за это демократов если бы трамп был президентом и у нас отжимали что-то именно момент его президентства вы не представляете чтобы началось и заметьте такую ситуацию все мне говорят там и на стримах до последний стрим зайдите повторе посмотрите а вот как трамп за сутки закончит войну вот он заявляет что за сутки закончит войну как это произойдет я ответил за трампа и вы не представляете тех кто я обращаюсь к тем кто первый раз смотрит мой канал сегодня трамп сказал то что я сказал за него вчера своей аудитории вместо него ответил практически слово в слово он повторил это говорит о чем что вы сейчас должны подписаться на мой канал и все внимательно слушать поставить колокольчик и вы будете понимать это что происходит также не забывайте про кнопку спонсорства кнопка супер спасибо это все идет фонд канала на производство контента что я уже устал вкладывать свои деньги а мое время стоит не дешево потому что я на ю тубе не зарабатываю хочу дать совет людям которые сейчас думаю там выезжать ну женщинами или мужчины которые как-то имеет возможность выехать смотрите если смотреть реально на вещи то в украине в ближайшей перспективе самореализации кроме как людей военных ну те кто связаны с войной их просто напросто нету поэтому вы должны здраво смотреть на мир на вещи и так планировать свою жизнь потому что если вы послушайте буданова и других клоунов которые рассказывают что летом поедем в крым никакой крым и летом не поедем также сейчас к этому хочу упомянуть про контрнаступление лично мой прогноз я не военный эксперт и подчеркиваю я смотрю на это с точки зрения политики не получится ни у россии контрнаступление не у украины итог будет такого что мы получим разрушенную страну и все равно придется договариваться потому что у нас маньяк больной сосед но который сильнее и главное это я для тех кто вот да сейчас мы до крыма да сейчас мы заберем нет ни ресурсов ни денег ни военных а если вы говорите про людей так я вам напоминаю что население россии 150 миллионов а в украине сейчас осталось миллионов 25 может быть до 30 людей и даже если представить тем женщинам которые очень хотят контрнаступление разных и военным путем забрать крым-донбасс и у себя на кухне под чаечек с вкусной шоколадной конфеты рассказывают что все должны идти на фронт давайте представим что всех мужчин поголовно независимо от болезни и возраста забрали на фронт вот вы выходите на улицу ни одного мужчины только женщины везде работают все только женщины в россии мужчин элементарно больше у россии есть ядерное оружие поэтому никогда не ядерная держава военным путем не может победить ядерную державу поэтому сразу вариант военной победы то что там чешет данилов сразу отбрасывайте а вот страшно будет когда я же повторяюсь и у тех не будет успеха и у других не будет успеха но успех россия не рассматривает а это катастрофа будет для нас и но я в это не верю военный успех россии но страна останется разрушенной пойдем договариваться а люди то живут сказками вот что опасно еще раз говорю планирую свою жизнь неправильно поэтому подходите к планированию своей жизни более эгоистично более эгоистично и слушайте правильные точки зрения официальные лица всегда будут рассказывать пропаганду к сожалению мы пошли по пути неправды мы пошли по пути контр пропаганды пропаганда это всегда ложь ложь это всегда ведет катастрофе такие вот дела напишите свою точку зрения в комментариях пожалуйста возможно там баден прогнозирует и вообще в принципе так все идет тому что следующие несколько дней в будут очень сложными тяжелыми возможно придется провести срочный стрим хотя бы для тех кто сможет его смотреть с мобильного интернета или тех у кого будет такая возможность людей надо поддерживать мне приходят сотни писем у людей очень плохое психологическое состояние я не психолог но я знаю как справляться с такими ситуациями и раз уж у меня там обрастая аудитория конечно важно людей поддержать поэтому подпишитесь на канал поставьте колокольчик и самое важное попрошу подпишитесь на телеграм-канал ссылка будет в закрепленном комментарии в описании каждому видео телеграм-канал есть неотъемлемой частью моего youtube канала большое спасибо за внимание пока